Здравствуйте дорогие радиослушатели и телезрители в эфире передачи Якутск сегодня на календаре 24 февраля среда за режиссерским пультами Екатерина Голикова и Марьяновгородова микрофонный редактор Эдуард Руды. В первом блоке нашей сегодняшней передачи мы поговорим о работе управления культурой и духовного развития окружной администрации городского округа город Якутск и централизованной библиотечной системы столицы. Далее гостями нашей студии будут руководители центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина и окружного центра народного творчества. И в третьем блоке передачи примут участие заведующий музея истории города Якутска и директор детской школы искусств номер 2 города Якутска. Мы работаем в прямом эфире телефонов студии 320066 и 321166. А сейчас позвольте познакомить вас с гостями первого блока. Это Индира Петровна Ли, начальник управления культурой и духовного развития города Якутска. И Анна Ивановна Слепцова, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Рабочее. Рабочее. После праздников. Да. Индира Петровна, расскажите, пожалуйста, какая проведена работа в учреждении культуры города Якутска в прошлом 2020 году. Я знаю, что недавно у вас был отчет. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас в городском округе, город Якутск, функционируют 11 учреждений культуры муниципальных. Это вот юридические лица, да? Три культурно-досуговых учреждения. Это клубы, скажем, да, по-простому. Это Агентство культуры и художественного образования. Наш новый Центр культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. И Окружной Центр народного творчества. Вот Окружной Центр народного творчества у нас является головным учреждением для 16 наших клубов, которые расположены у нас, начинается с Табаги, да, и заканчивая кангаласами. Дальше у нас централизована библиотечная система. Она из 17 библиотек. Она включает в себя 17 библиотек по городу. Четыре детские школы искусств, одна художественная школа и два кинотеатра. Это кинотеатр Лены и Центральный, и парк культуры и отдыха городской. Ну, в 2020 году, с марта месяца, все наши учреждения перешли в дистанционный режим работы. Было, конечно, по-первых, очень трудно, но мы перестроили свою работу и стали работать в социальных сетях, на своих сайтах и информационных системах. Такими крупными мероприятиями у нас в прошлом году были проведены, вот, пробные, начали, да, мы, День Республики, потом дальше, вот, 1 мая прошло у нас, 9 мая, Исэхту и Мады, День Города, и вот, завершающие мероприятия были в онлайн-формате, крупные, республиканские, это зима начинается с Якутии. Ну, если скажем так, да, все, конечно, мероприятия у нас были посвящены, в основном, под эгидой шли 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы, значит, 9 мая все-таки Знамя Победы водрузили, после этого, значит, приняли наши коллективы творческие, составили бригады и во всероссийской акции участвовали, поем двором. Значит, именно мы посещали дворы, где проживают ветераны, для них было музыкальное поздравление, да, организованно. Ну, и также в онлайн-формате были проведены мирные окна, вот эти флешмобы, бессмертный полк, фестивали, конкурсы. Ну, и самое крупное мероприятие тоже было посвященное Дню Победы, это наши Сахту и Мады. Да, конечно, было решение такое сложное. Сардана Владимировна, наверное, одна из первых приняла такое решение, да, к Сентьеву, что нужно провести все-таки в связи с эпидемиологической ситуацией СЭХ в онлайн-формате. Были, конечно, и противники, были сторонники, скажем, да, но нам пришлось уже из-за такой ситуации пойти на такой шаг. И мы разработали большую программу, 75 мероприятий. Угу, к 75-летию. Да, к 75-летию Победы, получается. Были у нас, значит, творческие конкурсы, фольклорные конкурсы все традиционные, мастер-классы, выставки, лекции, там, челленджи. Также мы Алгыс засняли и вот предложили на НВК САХ транслировать, а потом уже, помните, да, такое было республиканское движение, чтобы мы показали все Алгысы всей республики именно на НВК САХ. Вот так мы провели, значит, ЭСЭХ. И всего мы мероприятие начали с 8 июня, закончили 21. И скажу вам, что довольно-таки у нас был хороший результат. Просмотры составились больше 4 миллионов. И наш ЭСЭХ смогли увидеть в республике, не только в республике, да, хотя и в России, и за рубежом тоже. И тут сразу вопрос возникает, тут многие интересуются до этой передачи. Меня спрашивали, сказали, спросите обязательно, будет ли ЭСЭХ Туймада в этом, в 2021 году? Ну, да, мы сами тоже готовимся к ЭСЭХу. Вышло распоряжение исполняющего обязанности главы города Якутска, да, о проведении ЭСЭХа. Ну, создан организационный комитет. Наша режиссерско-постановочная группа уже вовсю трудится. Даже разработали сценарный план проведения ЭСЭХа. Поступают заявки от улусов, от творческих коллективов, именно уже по распределению площадок, да, где они хотят выступать. Но мы надеемся, что ЭСЭХ будет. Мы готовимся. Ну, опять-таки, смотря какая санитарная эпидемиологическая обстановка будет. Да, конечно. Анна Ивановна, расскажите, пожалуйста, центральная библиотечная система, сколько филиалов, какой охват населения? Доброе утро всем слушателям, зрителям. Централизованная библиотечная система объединяет 18 библиотек-филиалов. И филиалы находятся не только в черте самого города, но охватывают и пригороды. Как вот Индира Петровна сказала, как там? Табаги, да, 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 да. То есть у нас очень широкая система, и мы стараемся. Мы очень, мне кажется, интересно отработали предыдущий год. Наверное, будет интересно услышать какие-то результаты тоже, да, что у нас происходило. Очень много, около 3000 мероприятий у нас прошло онлайн, как крупных, так и маленьких, локальных. И хотелось бы сказать, что за это время у нас охват, наверное, ну, пары миллиончиков, наверное, был в социальных сетях, что нас очень удивило, обрадовало. И несмотря на то, что действительно было в какой-то степени тяжело перейти на какие-то новые формы работы, но было очень интересно в то же время, что все 18 это, как это, это большая система, и это нелегко. А какие проекты реализует библиотечная система, библиотеки у города? Ой, если начинать этот разговор, у каждой библиотеки есть свой маленький, допустим, локальный проект, который потом может получить свое уже сетевое какое-то продолжение. И у нас есть, естественно, проекты, которые реализуются всеми сразу одновременно в едином порыве, да. И мы, допустим, позиционируем себя как центр грамотного будущего и стараемся, чтобы человек, придя в библиотеку, не только получил традиционно книгу, да, но и другие знания, чтобы стать гражданином действительно. Это проект по правовой грамотности, это проект по финансовой грамотности, компьютерной грамотности. У нас есть проект «Библиотечный волонтер», где мы помогаем, предоставляем, скорее, людям площадку для того, чтобы они могли развиваться и делиться своими навыками. Очень много проектов. Есть у нас также проект, посвященный вот тому, что происходит сегодня. Это хроники COVID-19 Якутск, где мы собираем истории наших горожан, истории организаций, которые находятся на территории городского округа, чтобы всё это сохранилось для истории и для исследователей, допустим. Поэтому у нас очень такой широкий спектр, можно сказать. Я знаю, вы ещё проводите виртуальные выставки. Расскажите о них. Ну, вот это неожиданный вопрос. Дело в том, что виртуальными выставками мы занимались раньше. Они выглядят вот как промо-сайты же есть для каких-то отдельных проектов. Это одна такая длинная страничка, на которой вся информация сразу целиком. Не нужно дальше куда-то переходить и так далее. И вот мы очень сколько лет, не знаю, лет пять эта система внедряется по всей республике вот этих виртуальных выставок. То есть каждый библиотекарь, он, по идее, может построить сайт, посвящённый полностью книгам, какой-то определённой теме, где будут книги, дополнительная информация, ссылки. И каждая наша библиотека предоставляет бесплатный доступ в базу Литрес, где находятся миллионы книг. И, соответственно, используя эти виртуальные выставки, мы продвигаем книги, которые есть у нас в фонде, которые есть в Литрес и которые есть, допустим, в электронной библиотеке, национальной библиотеке, что тоже очень важно. Это краеведческая литература, это наше всё. Я слышал, в Литрес можно как-то вот... Краем уха слышал, это знакомо, что бесплатно какие-то услуги предоставляются, да? А что касается услуг... То есть электронная книга в Литресе? Да, да. Мы... Каждый читатель библиотеки. Самое главное — быть читателем, и тогда тебе предоставляется доступ в Литрес и огромное количество других услуг, которые у нас есть. И что самое интересное, это одно из таких основных достижений 2020 года, что фактически все наши услуги можно получить онлайн. Достаточно зайти на наш сайт, и можно и записаться на посещение библиотеки, и заказать книгу, и найти книгу, и продлить книгу, и справку получить, и список литературы получить. Всё вообще, что человек представляет, когда делает шаг в библиотеку. А сколько у вас детских библиотек для детских библиотек? Детских библиотек у нас... Три. Три, да. Вот я маленечко хотела Анну Ивановну дополнить, да? Если в 2019 году у нас было обращение, да, вот читатели, вот к удалённому доступу, мы так говорим, да? Даём удалённый доступ к библиотекам. Было 46 тысяч, то в 2020 году оно почти что в 14 раз увеличилось. То есть 646 у нас было обращений, и они могли получить услуги. 646. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Через пару минут мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Телефоны в студии 320066 и 321166. В студии были начальники управления культуры и духовного развития города Якутска Индира Ли и заместителя директора Централизованной библиотечной системы города Якутска Анна Слепцова. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Сегодня у нас в эфире участвуют подразделения управления культурой и духовного развития городского округа город Якутск. Во втором блоке гости нашей студии Ведокия Петровна Винокурова, директор Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. И Пётр Петрович Пестеряков, директор Окружного Центра народного творчества. Телефон у прямого эфира 320066 и 321166. Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители. Одно из радостных событий в культурной жизни города Якутска – это открытие Большого Современного Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Отличается ли формат и направление работы городского дома культуры Гагарина от нового Центра культуры и современного искусства? Да, отличия есть. Дело в том, что теперь мы не как городской дом культуры, в том формате, как было это прежде, а Центр культуры и современного искусства. То есть вот это направление современного искусства, оно у нас является одним из основных. Помимо этого, у нас увеличилось количество штатных сотрудников, и у нас расширился спектр культурно-досуговых в клубных формировании. Это кружки для детей, для взрослых. И мы также добавили креативного направления. Что означает креатив? Это прежде всего творческие направления, включающие технологии. Поэтому у нас вот есть кружок звукорежиссуры, который ведет один из самых сильных звукорежиссеров нашей республики, Ренат Максутов. Он, кстати, является призером зрительских симпатий прошедшего национального открытого чемпионата творческих компетенций в России. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто за него голосовал. Оргкомитет вот этого чемпионата отметили, что он ушел в очень сильный отрыв по сравнению с другими финалистами. Мне сказали, ну вся Якутия за тебя. Так, потом у нас есть такие вот кружки, как 2D-графика, фотокружок, фотостудия. Мы приобрели недавно базовый комплект фотостудии, который будет помогать в деятельности таких клубных формирований, как театр-мод, театральная студия, да, и плюс еще это и также практическая работа, фотокружка и видеокружка. Ну и другие у нас также. А по современному искусству у вас? У нас имеется большой выставочный зал. Мы его назвали «Творческое пространство «Космос». Общая площадь его 515 квадратных метров. И предполагается, что там у нас будут проходить и выставки. Вот именно мы ориентируемся на молодежное направление, на современные такие форматы, да. Возможно, сейчас покажут фотографии, которые были у нас представлены с этой выставки. Во время открытия мы его назвали «Первый полет» и посвятили его именно полету Юрия Алексеевича Гагарина. И, кстати, да, вот в этом году будет юбилей этого события. Вот таким вот образом. У нас формируется там современное пространство. Мы его оборудуем сейчас, этот многофункциональный зал. Ваш центр находится довольно далеко от центра столицы. Влияет ли это на посещаемость? У нас были такие опасения первоначально. Но дело в том, что не так же далеко. У нас очень хорошая транспортная доступность. Очень много автобусов ездит из центра города. Я сама добираюсь на работу и с работы общественными маршрутками. Поэтому уже такой проблемы нет. И, как показали наши мероприятия, концерты и другие события. У нас собираются полные залы. Ну, конечно, с учетом, что 50%, но полные залы собираются и аншлаги. К нам поступил звонок. Напоминаю, уважаемые радиослушателям и телезрителям. Телефоны в студии 320066 и 321166. Алло. Доброе утро. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этом году исполняется 60 лет полету первого человека в космос нашего Юрия Алексеевича Гагарина. Какие мероприятия у вас планируются? Да, действительно, в этом году 60 лет этого эпохального события, которое, можно сказать, перевернуло мир. Мы планируем проведение творческого фестиваля, направленного на детей и молодежь. Называется это «Путь к звездам». И мы хотим, чтобы дети сделали такие проекты, это касается и дизайна, и зо, вокального искусства, хореографического искусства, которые с точки зрения современных подходов отразили бы его подвиг. Вообще вот тема космоса, потому что все-таки наша страна, вот у Советского Союза, это были пионерами, самыми передовыми. И мы бы хотели, чтобы это передалось поколениям, чтобы они знали значимость этого события. И поэтому мы приглашаем все наши УЛУСы принять участие в этом конкурсе. И победители ожидают призы. К нам подключились к организации Российский комитет авиации, также у нас вот есть ассоциация ветеранов космических войск, да, и спонсоры тоже у нас имеются. Петр Петрович, директор окружного центра народного творчества города Якутска. Сколько культурно-досуговых учреждений в нашем городе? Дорогие телезрители, хочу поздравить, пользуясь случаем, прошедшим праздником, 23 февраля. Днем защитника Отечества. У нас 16 филиалов. Это вот от Старой Табаги до Кангалас и Маган включительно. У нас окружной центр народного творчества, он единственный, такой централизованный, скажем так, по республике, в культурно-досуговых учреждениях. А в самом городе Якутске? Так, у нас в городе насчитывается 4 клуба, скажем так, да, и 12 в пригородах. А в городе какие клубы? Это Арчу Диета, центр духовности, Арт-галерия Юргель, Камелёк и Сатори. Молодежный культурный зритель центр Сатори. Сатори. Прошедший год довольно был сложным в связи с пандемией. Как работали дома культуры? Какой формат? Ну, в онлайн или что? Вообще, конечно, это для нас очень... Ну, в начале, когда вот в конце марта нас, ну, скажем так, закрыли, да, до своего учреждения, было очень сложно, конечно. Мы сначала думали, как выходить из ситуации, но у нас есть большой опыт проведения конкурсов. В том плане, что раньше, когда вот, ну, в штатном режиме, когда мы работали, сначала мы первые два тура делали онлайн, то есть заявки подавали участники, а потом третий финальный, он был уже вживую, скажем так, да, победители и финалисты проходили. И, опираясь на этот опыт, скажем, мы все мероприятия провели в онлайн-режиме в течение года. В основном вот так вот. И мы, скажем, у нас 207 тысяч посещений, из них 63 тысячи, ну, больше 63 тысячи, это у нас платные мероприятия, которые пришли. Это фотоконкурсы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, вот эта пандемия нам дала возможность расширения географии. Мы вышли на республику, на Россию, и хотелось бы отметить, например, Центр культуры Тускул, Хатасы, они вообще вышли на Бразилию. Это у нас был такой момент, когда через совместно с турфирмой Санкт-Петербурга, Бразилия, и мы показывали в течение трех часов в онлайн-режиме, как живет, ну, якутяне. К вам поступил звонок. Алло, доброе утро, слушаем вас. Нет, вообще, вау, бультура, 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 да сулу. И продолжая, вот, прошлый год, скажем, да, вот Бразилию, на Бразилию вышли. И самое главное, мы еще воплотили в жизнь онлайн-продажи билетов. Если раньше люди приходили и покупали билеты, то сейчас мы через ТССР в ком соглашение подписали договор, и люди покупают через интернет все это дело, билеты. И вот нашему центру окруженному, да, мы еще осваиваем новые технологии. Нам в этом году 15 лет. Сделали вот такой вот календарь интерактивный. Он через приложение, вот, Эдуард Игоревич, посмотрите, вот, показывает, и он оживает. Праздник, праздник Рождества. Ну, пусть скажем, теплые. Вот, тут это подвесучим, хочу вам подарить. Ну, спасибо. Спасибо. Еще секундочку. У нас вот в Хатасах... У нас второй блок заканчивается. Выпустили книгу, тоже интерактивную в Хатасах, посвященную населению жителей Хатас. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Через пару минут мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. На календаре 24 февраля-среда. Сегодня у нас в студии, в третьем блоке нашей программы, Александр Павлович Наговицын, заведующий Музеем истории города Якутска, и Ирина Петровна Лас, директор детской школы искусств номер один городского округа, город Якутск. Добрый день. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32-0066 и 32-11-66. Александр Павлович, расскажите о музее. Я знаю, что вы недавно обрели свое здание, наконец-то. Да. Наш музей был создан в 2017 году, 30 января. Получается, наш музей еще молодой. Но именно создание музея истории города Якутска была мечта именно наших горожан. И вот эта мечта сбылась именно в 2017 году. Распоряжение подписал Исен Сергеевич Николаев во время своей работы в мире. И вот мы, получается, два с половиной года были без здания. И, наконец-то, вот в 2020 году, в середине 2020 года нам передали здание по адресу Амосова 1.1. Раньше там жили наши коллеги. Это Центр народного творчества. И, получается, мы с сентября там уже работаем. Но сейчас как бы мы на стадии формирования. То есть пока посещений? Посещений пока нет. Но мы планируем открыться в день города в этом году. В этом году. То есть осенью? Осенью. А какие экспонаты у вас? Сколько экспонатов? Какие интересные экспонаты есть? У нас, конечно, экспонатов не так уж и много. Но насчитывается сейчас около трех тысяч. Это в основном археологические экспонаты. И, конечно, есть очень интересные экспонаты. Это, во-первых, можно сказать, что был в 2017-2018 годах был археологическая экспедиция. Это бульварь учителя. По адресу это на улице Кулаковского. И там нашли около трех тысяч вот таких археологических экспонатов. И, конечно, там руководителем была Екатерина Алексеевна Строгова, первый директор музея истории города Якутска. И что-то, например... Так, ну, например, можно сказать, что там есть очень хорошие вот такие предметы. Это мужская обувь. Это 15-х и в начале 20-го года. Вот такая деревянная мужская обувь называется уледи. Музей, который раньше носили вот это первопроходцы русские. Ну, вот такие интересные экспонаты есть. А каким должен быть ваш музей? Каким современным музей? Ну, наш музей должен показать нашу историю города Якутска, во-первых. И, конечно, история нашего города очень богата. И мы хотим показать именно... Сейчас есть такая, как бы... Не отходя от традиционного экспонирования, надо уже использовать новые современные технологии. И есть такое понятие, что сейчас музеи в основном работают как бы... Статично там стоят экспонаты, посетители переходят, смотрят, идет экскурсия. Но такое, как бы, уже это прошлое. Сейчас надо как бы детей и посетителей чем-то удивить. Это у нас использование вот этих интерактивных технологий, чтобы они потрогали экспонаты. И чем-то увлекательное. Сейчас как бы идет такая тенденция, что музею надо как бы быть не только показывать, именно просвещать, но именно каким-то увлекательным, как аттракцион, как бы сейчас именно в зарубежных странах. Вот такая тенденция есть такая. И хотелось бы как бы использовать вот такие, ну, как бы не полностью отказаться от традиционной, но как бы чтобы была вот такая смешка традиционной и интерактивной. А кто вам помогает в сборе экспонатов? С кем вы, может быть, с кем не сотрудничаете? Ну, до этого у нас музей, конечно, без здания все равно работал. И наши сотрудники – это клуб старожилов, клуб коллекционеров в нашем городе. И, конечно же, наши коллеги – это библиотека Белинского, исторический парк «Россия – моя история», вот этот, который нам в это трудное время помогали. Именно дали наш, нам предоставили залы для экспонирования. Ждем осени и торжественного открытия в вашем музее. Конечно, всех приглашаем. Спасибо. Ирина Петровна Лас, директор детской школы искусств, номер один города Якутска. Ирина Петровна, как может поступить ребенок в вашу школу? Какие направления у вас есть? Ну, сегодня детские школы искусств городского округа, город Якутск, реализуют образовательные программы в области культуры и искусства по разным направлениям. Это музыкальное искусство, театральное. Это искусство хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное. То есть ребенок и родитель, в большей части сегодня родитель, определяет, куда ребенка можно направить. Почему? Потому что дополнительная нагрузка все-таки на ребенка. И, конечно же, при поступлении в детскую школу искусств родитель в первую очередь должен знать, что ребенок пройдет индивидуальный отбор для выявления его творческих способностей и физических данных. То есть отбор все равно есть? Отбор индивидуальный идет. А с какого возраста вы берете детей? Ну, сегодня дети у нас обучаются по двум программам с двумя сроками реализации. Это дети с шести с половиной лет. У них срок освоения образовательных программ восемь лет. И с десяти лет пять лет дети обучаются. С пяти даже лет? Нет. Они обучаются с шести с половиной лет. И срок обучения восемь лет. И второй срок реализации с десяти лет. И срок обучения пять лет. В детской школе. А какой документ получает выпускник вашей школы по окончании? Курсы, я не знаю, учебного процесса. И как это может пригодиться ему в жизни потом? Ну, выпускники нашей школы получают свидетельства об освоении образовательных программ, об окончании детской школы искусств. И, конечно же, в первую очередь, ну, наверное, это становится тем документом, который дает им возможность продолжить обучение и реализовать себя потом в профессиональной деятельности. Но сегодня вот очень отрадно, что такой интерес к детским школам искусств на уровне Российской Федерации, вот сегодня Министерство культуры Российской Федерации уже поддерживает идею введения дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы за наличие, если у абитуриента есть свидетельства об окончании детской музыкальной школы, детской хореографической школы, детской школы изобразительных искусств. То есть вот в этом направлении будет дана возможность дополнительных баллов при поступлении. — А какие формы работы применяются в школе, кроме обучения детей разным видам искусств? — Ну, в первую очередь, конечно, у нас идет образовательный процесс, потому что это все-таки школа. Но, тем не менее, очень разнообразные формы деятельности используются в школах. В школах искусств — это и концертная деятельность, это и просветительская деятельность, это творческая деятельность. Сегодня наши дети и родители устали от того, что нет концертов, нет выступлений, потому что наши хореографические коллективы, хоровые коллективы, оркестровые коллективы, детские школы искусств всегда были украшением всех городских мероприятий, которые проходили у нас в городе. То есть направления деятельности очень разнообразны. Это нравится детям, нравится родителям, конечно. — А расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе. Каков уровень преподавания в вашей школе? Если сравнивать с другими школами, с других регионов и так далее. — Ну, если говорить о кадровом составе, о педагогическом составе, то, конечно, большая часть преподавателей нашей школы имеет высшие квалификационные категории. Они являются отличниками культуры республики Саха-Якутия, заслуженными работниками культуры. У нас в учреждении работают артисты даже Российской Федерации. То есть имеют очень такие значимые заслуги. И поэтому, говоря о педагогическом коллективе, хотелось бы отметить их профессионализм, уверенность в том, что наш процесс всё-таки учебный восстановится после вот ряда ограничительных мероприятий. Потому что сегодня мы ждём, что в наш коллектив вольются и молодые кадры, то есть молодые специалисты, на которых мы возлагаем очень большие надежды. А когда планируется отбор детей на 2021-2022 годы? Ну вот 2020 год внёс свои коррективы, сразу были изменены сроки. Мы будем надеяться, что к осенью... Да, сроки были изменены. Но сегодня мы надеемся, что всё восстановится. И индивидуальный отбор, то есть запись детей на образовательные программы начнётся у нас с апреля месяца. Мы сегодня уже ждём и видим, что нам поступает очень много звонков. И хотелось бы выразить надежду, что в апреле мы начнём запись, и индивидуальный отбор у нас состоится, как обычно, в конце мая. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Напоминаю, сегодня в передаче «Якутск сегодня» принято участие сотрудника управления культуры и духовного развития городского округа «Город Якутск». Его подразделениями в студии были Александр Наговицын, заведующий музеем истории города Якутска, и Ирина Лас, директор детской школы искусств номер один города Якутска. Режиссёры Марья Новгородова, Екатерина Голикова, редактор Эдуард Турдых. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова